Привет, друзья! Находимся мы в отличном загородном доме на карте Гранд Утопия. Карта очень красивая, классная, также один к одному. Пошли, Мерседес у нас вот, стоит он у меня дома, как видишь. Здесь у меня есть, кстати, вот гараж, там машинки стоят, семейные все, поэтому все классно, поехали сейчас. Машинка у нас супер, Мерседес, четырехвостный, поехали. Ну, красиво, у меня тут, конечно, видишь, гравеечка, никакого асфальта, как и должно быть, в принципе, в частном доме. Все красиво, цветочки, клумбочка, ну, это у меня все тут... Ой, ветка по лицу чуть не заехала. Это все у нас тут смотрят специально обученные люди, вот такая территория. Здесь у меня стоянка для грузовиков, естественно, своих, их целая куча, а прицеп наш стоит вон там, в гараже у нас, рядышком совсем. Ну, здесь, конечно, придется немножко нам объехать. Как хорошо у нас подвесочка отрабатывает. Так, ось у нас поднята, третья нам пока не нужна. Он более мягче без оси этой. Так, куда нам ехать? Подожди, у нас находится он... Гараж находится слева, вот там. Так, вон он, наш красавец стоит. Слушай, а как нам заехать туда? Давай поедем, показывает прямо. Территория вообще красивая, классная. Я тебе как-то снимал раньше, эту карту обязательно установи. Так, я так понимаю, вон товарищи поворачивают налево, и нам туда надо будет. Кстати, установил на своей вебке разрешение лучше. У меня стояло там, наверное, может я когда-то или сбрасывал, или отключал ее, я слушаю, не знаю. Вот у нас, видишь, разрабатывает система торможения. Почему эти черти не едут? Блин, надо было мне прямо проехать этих. Ага, они аж пропускают. Ну, поехали. А сейчас зашел и построил разрешение стоит, самое маленькое. Там 600 с чем-то, на сколько-то с чем-то. Я поставил 1920, там у меня есть. И стало намного лучше вообще отрабатывать. У меня сейчас света почти нет на голове. Ну так, светит окно немного. Ну что, одностороннее, тут красиво, пешеходная зона там справа. Мне эту карту очень интересно будет, на нее даже тебе сейчас записываю. И мне прям интересно самому проехаться, посмотреть. Я думаю, наверное, надо головешку нам чуть выше поднять. Мне кажется, слишком она вниз смотрит. Так, это у нас отсюда заезд, что ли? Я вообще пока не понимаю. А, нет, все правильно, да, мы кругами не ездим. Единственное, я знаю, что на этой карте немножко трафик какой-то мало его. Я уже в настройках поставил на двойку, наверное, или на тройку трафик в этом, в консоли. Но пока что-то я не заметил, чтобы его сильно много стало. Хотя его до этого было вообще мало. Сейчас мы запаркуемся, я тебе покажу прицеп, пройдемся. Посмотрим машину нашу, которая там загружена. Так, гаражик наш не надо, товарищи, закрывайте, работайте. А потом закроем сзади и уже можно будет ехать. Где-нибудь отсюда мы, наверное, и заедем. О, как приятно двигатель работает. Двигатель у нас максимальный, очень мощный. Как я не люблю пиканье на задний ход, надо будет отключить нам. Достаточно и аварийки нам. Аккуратненько подъезжаем. Вот, посмотри, какой у нас красавец. Здесь у них находится будка. Там, наверное, их комната или что. И в этом прицепе уже у нас, видишь, как двойной находится автомобиль уже, который мы перевозим. Бывает перевозится по два автомобиля, бывает перевозится по одному. Вот у нас все открыто. Проверяем. Смотри, какая красота стоит. И мы можем наконец-то посмотреть, что у нас находится. Давай посмотрим. Вот, смотри, у нас вот такая вот будка. Красиво. Костюмы висят, колеса запасные, ключи и так далее. И вот такая вот красота у нас стоит. Ну что, закрываемся и поехали. Так, здесь нам надо будет повернуть. Я не знаю, хватит ли нам здесь места. Сначала думал, может отсюда попробовать. Но потом увидел, что здесь у нас в принципе большая такая часть. То можно нам, наверное, отсюда заворачивать почти смело. Ну что, отправляемся. В путь, ты как знаешь, время у нас здесь идет один к одному. Время нам в пути, я не знаю, наверное, реального будет минут сорок. Ну, в принципе, с таким двигателем 600, наверное, тут 15 лошадей. Тянет он его без проблем. Мерседесик. Ну, поехали. Вместе будем смотреть карту. На этой карте также много узких дорог, а места тут красивые есть. Ой, ты что, блин. Я тебе ссылочку на прицеп, который в разных вариантах есть, я тебе оставлю. Там есть и одиночный, и как тралун. Ну, посмотришь, там вроде бы 4 варианта. Там немножко их можно изменить и так далее. Ну, и на карту я тебе тоже ссылку оставлю в описании. Подвесочка у меня стоит тоже мод. Там человек мне один написал. Он там может почитать в комментариях под видео, наверное, последним. И он мне написал, мол, типа, что моды на физику подвески, пневмосидения лишние. Можно все сделать в настройках игры, там, под себя подстроить. Поэтому, если тебе интересно, можешь прочитать как бы. Ну, мне кажется, без модов так не сделаешь. Я даже пробовал, допустим, жесткость подвески, жесткость амортизации кабины ставить на минимум. Но что-то я мягкости особо не увидел во всех машинах. Ну, в принципе, прочитай. Там он очень подробно все описал. Может быть и прав. Но здесь у меня стоит на физику. На физику стоит хороший мод и на пневмосидения. Ну, мне кажется, едет очень мягенько. Конечно, может показаться где-то, если сильно большие ухабы или что-что, слишком мягко. Но я тогда немножко уже в настройках жесткость уменьшаю. Так, в принципе, работает, мне кажется, отлично. Ну, уже, в принципе, все ссылки, как обычно, я тебе оставляю. Не как раньше, что у меня приходилось... Так, тут немножко больше возьмем. Приходилось их спрашивать, выпрашивать. Я сейчас все, что у меня есть такое, значимое, имею в виду, конечно. Не все подряд. Я тебе все оставляю. Поэтому смотри, заходи. Мне будет приятно, если ты воспользуешься моими советами. Поэтому давай. Ну, в принципе, мне кажется, что вот я увеличил трафик через консоль. И вроде бы машин стало больше немножко. Потому что вначале их было совсем мало. Мне вообще не понравилось, что так пустоватенько. Ну, вроде бы ничего, ездят более-менее. Так, я пытался, конечно, выбрать нам путь сейчас такой мини-обзорный. Чтобы он проходил где-то больше по сельским дорогам, так сказать. По региональным, по узеньким. Но что-то я сейчас посмотрел. И, наверное, мы поедем по трассе. Я надеюсь, не весь отрезок пути. Как же красиво. И прицеп красивый. Мне так нравится. Слушай, я когда что-то нахожу, такое интересное, прямо тебе еще показываю. Смотри, блин, мне вообще кажется, это классно. Но здесь же также я скажу вам, друзья, что на этой карте тоже заработки не очень большие. Так вот, как я говорил вам в гайдике, если вы не смотрели. Так вот, платится здесь мало, поэтому ты здесь, когда проехал 2-3 рейса, берешь кредит 100 тысяч. И, в принципе, уже практически там, ну, нормальный выбор в бушных грузовиках. Ты уже можешь себе приобрести. И где-то, знаешь, что-то берется. И тем более тут же у тебя нулевой этот. Отпустите, дядя. Вот, спасибо. И там же ты ж не забывай, у тебя профиль тоже новый. И ничего из навыков не прокачано. Поэтому все расценки, все очень низкие. Я максимум, что я смог найти, наверное, я тебе скажу, около 1000 евро за рейс. Да, они длятся. Там есть 600 евро, допустим, проехать 2 минуты. Это все ты сделаешь, это все в реальном времени. Все это ты сделаешь, конечно, быстро. Все хорошо. Но в том дело, не забывай, это же поехать загрузить прицеп, прицепить. Его отцепить. Потом, когда начинаешь новый рейс, опять ты можешь найти там на 1-2 минуты. Но опять-таки, ты же опять пока зацепишь, пока расцепишь, пока доедешь до этого места. Поэтому зарабатывать здесь будешь долго. Первый грузовик покупаешь, тебе дают 100 тысяч. Ну, а дальше уже, я не знаю, на свой прицеп качай уровень, качай навыки. Ну, в принципе, наслаждайся игрой. Что здесь у нас максимально надо? Это, чтобы грузовик был свой, который ты сможешь хотя бы немножко, там, цвет подобрать свой и так далее, по минимуму. И ездить, кататься. В принципе, здесь уже можно изучать карту на своем грузовике. Пожалуйста, едь. По поводу этого прицепа, уже модного. Он стоит в районе, если его немножко там модифицировать, как есть в гараже, в настройках. В районе, наверное, 100 тысяч долларов. Поэтому тут тебе или ждать второй кредит, пока тебе дадут, или наслаждаться ездить, возить грузы, как обычно, как и есть у нас. Все моды, кстати, все работает здесь. Это, как считай, если для модов, это все как обычная карта. Нет, слушай, трафика нормально стало. Смотри, сколько ездят. Поэтому все свои моды сюда можешь устанавливать, все, что захочешь. У меня, например, все моды, все мои, все работает. Поэтому ставь и этот. Ну, а если уже ты хочешь с этим прицепом покататься, как бы, ну, прицеп классный, шикарно, ну, тогда иди уже или в обычный, в обычные карты Евротрак Симулятора, или, может, и предыдущие мои качалки, не мои карты, которые я тебе показывал, там уже немножко заработал денег, и можешь себе приобрести данный прицеп. Тут уже сам смотри. Нам надо будет сейчас уходить направо, и знаешь, что меня смущает? Прицепчик-то у нас модовый, так? Так, а там стоит ограничение по высоте. Насколько я могу уловить? Так, куда нам тут ехать, блин? Я что-то не могу немножко разобраться. Но я так понимаю, нам сюда, надеюсь, надеюсь, надеюсь. Так, смотрим, что... Да, там у нас налево-направо, все правильно, я поехал. И там у нас ограничение по высоте стояло 4 метра. Или это сюда, под мост, ниже. Что-то я опять прозевал. Но там, в принципе, вроде моста не видно. Тяжеловато идет. Слушай, тут веса у нас... Я не знаю, я смотрел, сколько, 11 тонн, что ли? Но почему-то тяжело ему в эту гору подниматься, хотя машинка такая очень... Хотя, я тебе скажу, у нас есть на работе мерседесы. Они, как бы, все классно. Я на них ездил, но они настолько тяжелые на разгон. Вот, они настолько все очень... Они там такие, знаешь, такое слово, повольные. Они настолько медленные. Даже он пустой. Его, чтобы раскачегарить надо, у него есть сила, моча, все есть. Но также эта карта, не забывай, она... Ну, немножко требовательная более. Не знаю, из-за чего это зависит, как бы. Но компьютер, если от тебя в обычной будет идти, допустим, на определенных... Видишь, как классно плавает? На определенных настройках. Хорошо, например. А здесь немножко может подключивать. Поэтому здесь уже смотри по своему железу. У меня уже тоже возникают мысли, что уже, как я раньше считал, что у меня железо достаточно неплохое, то я уже понимаю, что слабовато. По крайней мере, если взять процессор, у меня стоит, наверное, Ryzen 5, там, 3600 или 3800, 12 поточный, то он как-то, ну, редко у меня там сильно напрягается. Но если смотреть по видеокарте, что-то она мне совсем не нравится. У меня стоит Radeon RX 580, 8-гиговый. Ну, и как-то не хватает. Оперативки у меня 36, ой, бру, 32. В принципе, этого всего хватает. Ну, и материнка у меня такая, я бы сказал, наверное, обычная, что ли. Не помню, какой-то Ашрок, там, 450, что-то такое. Ну, и я понимаю, что даже для того же Евротрака, что, может, там рекламируют что-то, не знаю. Уже как-то даже слабоватенько. Хотелось бы что-то помощнее. Ну, в принципе, как я разговаривал со знакомым, он говорит, видеокарту ниже уже 3000 серии, вот эти 1650, какие там еще есть, уже брать и не стоит. А что ж ты так, мой маленький, тяжело-то едешь. Ё-моё, вес уже столько нету там у нас. Давай, давай. Слушай, а я же тебе как-то говорил, что я тебе думал записать один день с работы. Ну, и в итоге, что я тебе хочу сказать. Записал я этот день. Был у меня ночной рейс. Например, я не помню, сегодня понедельник, это я в субботу выезжал, в субботу вечером я выезжал. Взял камеру, приладил ее к себе там на голову. Ну, и давай писать. Сначала начал там, в начале тебе что-то записал, рассказал. Ну, и старался записывать, знаешь, где хоть как-то светло, потому что в темноте моя камера супер там. Ультрагир какая-то современная, она плохо вообще снимает. Все, потом понял, что так что-то глянул, как-то очень зернисто. Думаю, ладно, буду снимать, где буду города проезжать, которые хорошо освещаются, там тебе буду снимать. Снял тебя, приехал на место, на точку свою, потом выгрузился, выезжал уже днем. Тоже выехал, посмотрел. Думаю, ну все, сейчас приеду домой тебе, воскресенье. И как запишу тебе и покажу, смонтирую ролик, хоть увидишь там минут 20, хотя бы, думаю, нарежу, нарежу, хоть посмотришь, как у меня дела обстоят на работе. Ну, и в итоге сел я монтировать. Качество просто отвратительное. Что звук трещит. Камера же просто, понимаешь, находится рядом возле... Она на лбу висит, грубо говоря. И находится и рот рядом. Я как пытался, так потише, знаешь, говорить. Но все равно очень звук плохой такой, с треском. Такие... Так, нам, 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 нам. Столько классной развязки тут, да? Главное туда поехать, куда надо. Ну, в смысле, если ты здесь видишь, там... Здесь я уже не первый раз встречаю ограничение высоты. И в основном идет, подожди, вроде бы 4 метра, Вроде и 3,6 было, но точно не... Не помню, 4 метра точно было. И, короче, и звук аж прям трещит в ушах. И я все взял, нажал delete и удалил. И понял, что да, снять что-то мне с работы. Я могу или просто с телефона поставить его, грубо говоря, на лобовое стекло. И ты будешь... Я просто так камеру поставил, чтобы она висела у меня на голове. И ты видел, куда я смотрю, туда ты смотришь. Как по зеркалам, как там парковочки. Все это интересно. В принципе, посмотреть даже... Я, бывает, нахожу таких людей. Мне интересно глянуть. Все равно, если места какие-то новые, где я не был. Ленькая пробочка у нас сзади с ней собралась. Кстати, да, еще вот будет очень сильно глючить, не забывай. Если ты увеличил себе трафик. Через консоль если увеличиваешь трафик, ну, достаточно сильно нагружают систему. Поэтому на это тоже обращаю внимание. Слушай, Ленькая красота, туннель. Ну, туннели у нас, конечно, не новые. Слушай, а в туннелях разве разрешено обгонять? Что-то такое, не помню. Видишь, поехал товарищ. Вот, и поэтому я все удалил и не записал. Итак, вот вариант, только если поставить телефон на лобовое стекло, у которого камера у меня, ну, более-менее. А51 у меня, если что. Ну, в принципе, он уже староватенький, но еще пойдет. И уже через нормально, через петличку, которая у меня подключается. Бойя, у меня петличка хорошая, подключается она к телефону. И с нормальным звуком уже записывать. Поэтому ты напиши мне, если тебе интересно, как бы. Я тогда сделаю так. Потому что дела до новой веб-камеры. Я смотрел там какие у нас... Ой, не веб-камеры, а GoPro-шки какой-то камеры. Да, есть хорошие там 10-е, 11-е. Не понять, куда вы едете, блин. Ну, тогда подпускайте нас. Они стоят достаточно дорого. И снимать там, знаешь, там... Покупать ее из одного раза снять. Потому что я же как бы не снимаю обычно на ровне. Туда, там сюда. Так, мало-мало завер... Это я отвлекся просто. Не подумай, что я так плохо вожу, что я по бордюрам езжу. Нет, трафика у нас хватает. Ну, мне, в принципе, я чуть-чуть понизил настроечки. И у меня перестала дергаться картинка. Стало вообще классно. И этот трафик сейчас... И картинка не ухудшилась, я думаю. И трафик вполне достаточно. Я люблю, когда много машин где-то в пробочках постоять. Ну, естественно, только в игре. Потому что так мне как бы не... Как и любому другому, в принципе, не очень нравится. Как ты там мой мод посмотрел на мотоцикл, который я нашел? Так я хотел в Евротраке прокатиться на качественном каком-нибудь мотоцикле. Ну, чоппере, естественно, желательно. Ну, нашел такой, но он, конечно, сделан отвратительно. Ну, как и там написано, кстати, где-то в описании я видел. Как качает, классно. Шикарно просто. Что это? Фан-мод. Это, я так понял, у человека есть такой мотоцикл. Там какой? Хонда Титан или... Да, наверное. И он просто сделал такой маленький городок классный. Ну, в принципе, это вот... Смотри, слева у нас какая красота. Ой, море, пароходы. Я, конечно, не говорю, что это нету в обычной карте на тех же Балканах. Балкан, мне кажется, самый красивый регион. Но здесь это, смотри, какой город классный стоит. Ух ты, не заметил я тебя. Чтобы можно было это отцануть нечаянно. Так, там мы проходим и здесь возьмем сейчас побольше. Так, а нам сюда хоть, слушай, я не посмотрел, сюда нам или нет. Где наш навигатор? Ага. Сюда. Как мы там проходим? Ну, в принципе, неплохо. И здесь у нас узенька. То есть здесь, так будет, я понял, проходить ралли у нас. Смотри, какая обочина классная справа. Ну, вообще красота. Головешку все время надо поправлять. Слушай, еще пешеходов, вот мне интересно, здесь есть или нет. Потому что в тех картах, которые я тебе перед этим скидывал, по крайней мере, в последней, там есть пешеходы. Это очень интересно. Ну, вот здесь очень узенько. Что ты сигналишь-то? Понятно. Пешеходы. Смотри, какая набережная. Ух ты, экстренное торможение у нас срабатывает отлично. Очень красивый город, конечно. Ну, здесь название, здесь это не какие-то оригинальные города. Это вот какой-то Сент-Твейри. Я не знаю, есть ли такое на самом деле. Но прям хочется посмотреть. Мне, слушай, нравится даже карту изучать. Хотя я раньше как-то в рода таких играх больше, знаешь, обращал внимание там на машину, на движение, на такое всякие вещи. Но тут прям аж интересно прокатиться. Куда ты поедешь? Куда ты поедешь, у вас? Ой, ну едь, не надо пропускать. Такие вот пропуски. Я теперь могу здесь не вместиться. Не, хотя места много. Сейчас мы сюда больше возьмем. Сюда. Ай, красиво. Автобусные остановочки у нас здесь есть. Ой, нашел я еще классный. Я не знаю, интересно ли тебе. Судя по вам, я тебе как-то раньше снимал видео на автобусе. Я такой мерседесик нашел шикарный. У нас еще и дождик пошел. Так, на меня, я думал, сюда заворачивать. Ну и классно. Ой, как скрипят. Сейчас пойдет. Я уже давно, кстати, в непогоду не ездил. А что вы скрипите, блин? Ладно, выключим пока. Щетки, что ли, старые у нас? Так, возьмем здесь чуть пошире. Подожди ты! Вот ты... Я вот матом не ругаюсь, я бы сейчас сказал, конечно. Я имею в виду в игре. Так, то я, конечно, бывает с Казану. Еще чуточки мы заехали на бордюр. Это плохо, конечно, но ничего. Главное, что проехали. Что вы так скрипите, я не понимаю. Новый мерседес, блин. Почти без пробега по РБ. И все равно он... Ой, как вы классно стали здесь. Ну, здесь хотя бы есть сложности езды. Так, ты поехал, хорошо. А, ну, в принципе, нет. Нам здесь хватит уже. Ни на сколько здесь плохо. Хотя вот он уехал, в принципе, и стало более-менее. Да хватит срабатывать уже. Я же еду нормально. Отлично проходим. Поэтому заходи, обязательно катайся. Без разницы на этот, блин, прицеп там. Без разницы. Ну, на машине какой-то, конечно, выбирай. Так, у нас тут спящие есть. Слушай, спящие положили. Кусок бордюра сделали. Вот товарищи дают. Не знаю, что за страна здесь такая. Ну, ладно. Вот, поэтому бери грузовик, который тебе нравится быстрее. И здесь катайся. Я, знаешь, зашел на обычную версию евротрака. А для чего я туда зашел, я не помню. То ли тебе что-то записывал. Честно, не вспомню, а что я зашел на нее. Ну, ладно, неважно. И мне там надо было проехать какой-то участок. Может, я такое место выбрал. Ну, которое, знаешь, с которых еще начинал только. Здесь у нас красота какая-то. И база здесь, глянь. Какая-то здесь ферма какая-то. Ну, классно. Звучаешь прям как новую, какую-то новую игру. Вот. И я прокатился вот, наверное, еще в начальных этих местах. Ну, так все как-то скучно. Я выехал. Трасса, 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 трасса. Да ема. Еще если... Так, не проехать нам. Еще если взять Балканы. Это вот, наверное, единственный, который прям отличается. Ну, как по мне. Может, я мало ездил. Я это не утверждаю. Это всего лишь мое мнение. Поэтому, товарищи там, кто очень любит поспорить, как бы, вы это учитываете. Ну, мне показалось очень это скучно. Глоб Еур. Какая-то у нас фирма. Ну, сейчас посмотрим. Я думаю, где-то мы так выгружать особо не будем это. Ну, приехали мы. Место, конечно, прям для ралли. Какая-то нефтебаза. Ну, будем надеяться, что это заправить машину. Все, друзья. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok